В Адмиральском сквере запах моря и каши. Собравшиеся делились воспоминаниями, пели песни и танцевали вальс. Организаторы традиционной акции «Солдатская каша» постарались создать приятную атмосферу для свидетелей военных времен. Со сцены звучали слова благодарности за победу, завоеванную с таким трудом. Поздравить ветеранов прибыл и губернатор Приморья. Олег Кожемяков вместе с хором исполнил и военную песню. Очень приятно общаться с ветеранами, с ветеранами, которых, ты знаешь, не один десяток лет, которые поддерживают патриотические направления. Ведут большую работу по воспитанию молодежи, поэтому хочу пожелать им здоровья, успехов, благополучия, мира и семейного тепла в каждом их доме. Поздравить с праздником, с Днем Победы. С праздником, который по праву заслужили они и передали нам мирное небо и достойную жизнь. Катюша, Смуглянка, последний бой. Тексты песен военных лет знают наизусть не только фронтовики. Именно песня стала средоточием чувства и настроения народа. Сейчас без этих мелодий и строк, знакомых с детства, невозможно представить главный праздник страны. Вы знаете, вот мы сейчас слушаем песню, чтобы ничего не случилось. Я думаю, что эти главные слова, которые сегодня звучат из уст всех людей нашей России. Потому что те люди, которые сегодня отстояли независимость нашей Родины, они достойны уважения и низкого поклона. Благодаря этому мы видим сегодня сильную, развивающуюся страну. Страна, которая сегодня никому не покорится никогда. Поэтому День Победы – это святой праздник. Тот праздник, который сегодня объединяет и укрепляет нашу мощь. Ветераны подпевают, но мало кто танцует. Возраст дает о себе знать. На таких праздниках все реже видно участников боевых действий Великой Отечественной войны. Их безжалостно забирает время. А тем, кто еще с нами, уже зачастую просто трудно выйти из дома. И сегодня важность таких акций – особенно цена. Ветеранов войны, участников войны, все меньше стало. Даже свидетелей меньше становятся. Кто же будет рассказывать? Они уходят. По книжкам только. Надо живых свидетелей. Преданных. Нас не забывают, это уже хорошо. И потом мы видим, какое отношение к нам, это тоже хорошо. Ну, завтра какой день будет, может, другой будет, но сегодня хороший. От праздного День Победы приходят и ветераны помоложе. Афганистан, Чечня и другие локальные конфликты. Никто не делит победу. Она здесь одна на всех. У каждого война что-то забрала. Молодость, здоровье родных. Отец у меня военнослужащий был. Его призвали, ну, он воевал. Всю войну прошел от начала до конца. А я с мамой и сестренкой, мытарца, он говорит, из города в город. Она нас возила. Убегали от немцев. Как она рассказывала, я еще держался. Маленькая, у меня сестра младше, на один, на два года младше меня, она на руках была. В общем, вот такая всю войну проездили. Закончилась война. Отец нас вызвал. Он после войны служил в армии. Я воспитывался в казарме у отца. После окончания школы я другого не видел ничего. Ну, как стать военным. Поступил в Харьковское авиационное училище, закончил его. Попросился на Дальний Восток. Закончил службу. Звание полковника. Занимался авиацией. В авиации служил. После завершения концертной программы горожане долго не расходились. Делились воспоминаниями, пели песни военных лет. Ведь в этот день связь между ветеранами и молодым поколением сильна как никогда. Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. 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 Продолжение следует...